Ситуация с озерами за Боровецким мостом остается одной из самых обсуждаемых. Практически ежедневно к нам в редакцию звонят челнинцы с вопросами, что же именно строят в этом районе и как это отразится на состоянии флоры и фауны. Неделю назад мы рассказывали о временной приостановке работ, но сегодня они возобновились. Подробности в сюжете. Затишье сменилось бурной деятельностью. Сегодня на озерах за Боровецким мостом вновь появилась строительная техника и начался новый этап освоения территории. На участок вывели бульдозеры, экскаваторы, кран и самосвал. Строители приступили к работе. Для охраны техники привезли и смотровую будку. По информации из собственных источников, на этом месте появится база отдыха и туризма. Засыпать озера не планируют, а сейчас равняют завезённый ранее грунт. Строительство завершат в следующем году. На время работ территорию закрыли от посторонних. Сюда не пустили не только съёмочную группу, но и рыбаков, которые десятилетиями ловили на этом озере рыбу. Так Ильсур Хафизов, как обычно, приехал на рыбалку. Но к воде ему доступ закрыли. Вот такая рыба. В том году ловил. И щука там была, и всё было. А сейчас я не могу туда пройти. Я сейчас пойду ругаться, я милицию вызову. Мне всё равно туда надо пройти. Я взял удочки. Вообще обнаглели. Всё частное, собственно. Всё, ничего нельзя рыбачить. Что они там наделали? Мужчина, уверенный в своей правоте, был не намерен сдаваться. Он набрал воды на роднике, вновь вернулся на излюбленное место отдыха и всё-таки пробился к нему. Опасениями за будущее водоёмов в этом районе поделился и другой любитель порыбачить. По словам мужчины, пока клёв хороший. Но не исключено, что с появлением базы это озеро постигнет та же участь, что и соседнее. Там бани. Воду сливают в озеро. Рыбы там не стало. С той стороны весной, в мае месяце, ну, где-то весь малёк там погиб. И вот зайдите с той стороны, мылом воняет вода. По словам рыбака, на том озере, у которого расположена база, уже нет рыбы. И лебеди тоже перебрались на соседний водоём. Между тем, мнения челнинцев насчёт строительства новой базы разделились. Ну, если база будет нормальная, почему бы нет? Если платное озеро, тогда одобряем. А если просто база, тут уже баз столько настроили. Природа, конечно, здесь хорошая, но она должна быть доступна до каждого. Нельзя так делать, конечно. Ну, я не знаю, кто у нас руководители разрешает, такие места продают. Как начинается оттуда, с моста как выезжаешь, уже всё это базой, базой. Напомним, что на кадастровой карте озёра обозначены как земли сельскохозяйственного назначения. Сейчас Волжской природоохранной прокуратурой ведётся проверка по факту нарушения водоохранного законодательства, вызванная обращением депутата Тукаевского района Романа Ваганова. Ксения Шулакова, Ильнар Мустафин, члены 24.